восточный балтит физическая антропология наряду с нордидом восточный балтит представляется вторым типом который максимально мифологизируют и представляют неким антиподом первого это безусловная уловка и упрощение оба типа равноценны равнозначны и отличаются лишь своим происхождением и внешним видом который получился из-за особенностей формирования и так восточный балтит он же восточно-балтийский тип он же асбалт в германии это один из наиболее многочисленных типов восточной европы составляет значительную долю населения россии украины беларуси польши финляндии а также нередко встречается в норвегии дании германии латвии литве и эстонии это хорошо узнаваемые люди даже в толпе похожих на них других северных типов отличительный признак восточного балтида это сочетание светлой пигментации волос и глаз с массивными широкими пропорциями лица и тела в отличие от также светлых но лептоморфных то есть удлиненных нордида или западного балтида даже если природа наградила восточного балтида большим ростом все равно все пропорции его лица и тела будут широкими они удлиненными морфологические и описательные признаки цифальный индекс брахицефалия у восточного балтида широкая голова с индексом более 80 лицо среднее прямоугольная или квадратная не вытянутое но и не слишком широкая как у азиатов высота головы средняя затылок округлый есть небольшой затылочный бугор горизонтальная профилировка лица ослабленное лицо более плоское они собранные вперед широкие скулы и низкая часто вдавленная переносится угол выступания носа к линии профиля пониженный нос лишь немного выходит за линию лица форма носа уплощенная часто вогнутая кончик носа приподнят расширяется к низу ноздри округлые ширина носа большая а длина малая наклон глазной щели отсутствует но нередко встречается понижение внутреннего угла к внешнему так называемый азиатский наклон губы средние или полные ног лоб слабонаклонный широкий слегка изогнутый надбровья слабовыраженная челюсть средняя угловатая малой высоты подбородок прямой или скошенный невысокий рост бороды и усов оволосение тела ниже среднего развития бороды и ослабленный рост волос на груди и теле цвет глаз номера от 9 до 12 по шкале бунака синий голубой серый сами глаза широко расставлены довольно крупные однако белок несколько мутный желтоватым оттенком в отличие например от таких же голубых глаз нордида где белок чисто белый что делает глаза ярче складка верхнего века сильная верхняя века с набуханием за уралом встречается эпикантус цвет волос белокурый светло-русый средне русый имеют глухой пепельный оттенок фототип кожи по фиц патрику номера 12 кожа очень белая плохо загорающие структура форма волос прямые довольно жесткие волосы рост малый средний телосложение ноги и руки визуально сильно короче туловище склонность к быстрому накоплению жира большая массивность мало зависящие от питания преобладает пикнетический тип фигуры у обоих полов обмен веществ замедленные ранее считалось что восточный балтит измененный кромонит северо-восточной европы который впитал некоторую часть лапоидного субстрата от древнего населения европы имевшего сильную азиатскую примесь в результате возникла более менее стабильная расовая смесь ставшая одной из шести базовых европейских рас часто у восточных балтит прослеживается нордическое влияние поэтому нередки очень смешанные варианты именуемые норда балтидами сейчас фокус внимания несколько изменился считается что восточный балтит это ближайший родственник других балтидов западного балтида и просто балтида которые являют собой цепочку преобразования кроманьонского человека по мере продвижения на восток из западной европы ледникового периода вышел кроманьонский человек светло пигментированный крайне массивный но при этом удлиненных рослых форм на современной балтике он лишь приобрел несколько больший вес и стал западным балтидом в более холодной современной россии он стал менее высоким и еще более светлым став балтидом обычным а уже на пространстве от болот подмосковья до современных екатеринбурга и челябинска он потерял в росте еще больше еще более расширился как по фигуре так и по пропорциям лица получил массив азиатских генов и стал восточным балтидом помимо пикноморфии жизнь в северных широтах с недостаточной солнечной радиацией и следовательно нехваткой витамина d привела не только к образованию более тонкой кожи и жировым отложением но и к малой концентрации меланина северные кроманоиды живущие уже не менее 5000 лет в северных широтах являются наиболее депигментированными расовыми типами на земле с почти поголовно светлыми прямыми волосами светлыми глубоко посаженными глазами и розовато-белой кожей при загаре становящийся ярко красный в целом все выглядит достоверно но спорно лишь влияние лопоидных или каких-то еще азиатских популяций на восточного балтида было ли она или же его вид это акклиматизация к ледниковой зоне русской равнины и придурали где царил сумрак холод и почти полное отсутствие растительной пищи поэтому восточный балтит так массивен почти полностью лишён пигмента и моментально накапливает жиры из-за многих поколений жизни к экстремальном холоде где проживает восточный балтит его география необычайно широко начиная от северного моря где часть фриза в голландии имеет сходный вид до славянских групп восточного казахстана тем более вместе с эмигрантами в америке австралии и даже африке тем не менее этот тип имеет максимальное распространение среди славянских народов никто не подсчитывал но россия беларусь и польша могут иметь примерно равные доли этого типа среди населения однако если в польше он будет на втором или третьем месте после балтида и нордида то в россии лишь обычный балтит может численно быть более крупным чем восточный балтит поэтому россия родина и зона максимальной концентрации этого типа вообще внешность восточного балтида часто преподносится как эталонно русская что не совсем верно однако в сказках детских мультфильмах и вообще персонажах из народа культивируется именно такой невысокий курносый и полноватый блондин как архетип русского человека какие народы имеют самую большую долю восточных балтидов так как родина типа россия логично что среди россиян он будет наиболее част но из-за пустоты понятия россиянин в этническом смысле и записи в него всех желающих нужно несколько более глубоко рассмотреть вопрос и выяснится тотально доминирует не у русских а угро финских народов мордвы особенно мордвы мокша части марийцев коми пермяков собственно финнов у карел и жорцев вепсов нередок среди чувашей русских украинцев востока страны очень часто белорусов латышей эстонцев литовцев поляков словаков встречается среди норвежцев датчан восточных немцев чехов по причинам этнического смешения он иногда бывает и у евреев ашкенази из-за схожести восточного балтида с азиатскими и тюркскими группами широкая голова вогнутый нос малый рост и круглое тело в фашистской германии пропаганда рисовала русских как носителей этого типа в большой доли явным результатом смешения с гунами азиатами претендующими на европу это делалось для оправдания агрессии причем в самой германии умалчивали о наличии среди немцев схожего альпинидного типа а также высокой доли эпикантуса у населения в сравнении даже с русскими однако это нанесло сильный имиджевый удар по восточному балтиду сейчас очевидно что о какой-то сильной смеси с азиатами и речи нет равно как и прочие измышления идеологов рейха о более одаренной популяции у них и не способных к развитию асбалтах финляндия страна также с высочайшей локализации восточных балтидов по развитию технологиям и уровню жизни уже вполне обгоняет и саму германию и нордическую швецию из особенностей типа можно отметить несколько довольно позднее половое созревание восточные балтиды могут не иметь выраженной бороды до 20 лет или продолжать расти после 25 лет когда у динарцев к примеру появляется уже первая седина низкий половой деморфизм то есть отличие мужского тела от женского не только соответствующими органами но и менее явными отличиями наличие талии развитая грудь крупный кадык и так далее у восточных балтидов этот фактор сглажен оба пола внешне сближаются теснее чем более южные типы большая физическая сила обоих полов массивность тела крупные мускулы врожденные и восточные балтиды уступая в росте другим типом имеют куда большую физическую силу даже не имея военной или спортивной подготовки страшная русская рукопашная для немцев или деревенская драка в русской глубинке когда выбивают двери с петель ударом руки плоды этого фактора восточные балтиды невысокие для мужчин и среднего роста для женщин несмотря на акселерацию рост мужчин в среднем не превышает 170 175 сантиметров что для современной европы очень рядовой показатель выше 180 сантиметров мужчины довольно редки несмотря на долгое созревание этот тип рано стареет уже к 40 годам многие резко сдают и имеют многочисленные проблемы со здоровьем что не свойственно например средиземноморскому или нордическому типу с этим фактом связан стереотип они долговечных русских невестах в сша которые как гласят их шутки до 25 лет еще как дети вдруг резко становится бабушками это конечно преувеличение но действительно внешность молодых женщин восточного балтида может казаться инфантильной детской большие глаза сглаженные контуры лица маленький нос и пухлые губы как и все северные типы восточные балтиды мужского пола часто лысеют в раннем возрасте зачастую области расселения восточного балтида соседствуют с иными так тесно что возникает буферная зона где типы перемешиваются с соседями образуя устойчивые варианты на западе россии в латвии и финляндии это норда балтиды на границе украины это миксы с понтидным и динарским типом уральский регион дает целую гамму типов смешанных с лопоидными и даже туранидным типами у чувашей коми татар в таких зонах балтид становится лишь базой в которой находятся и другие типы региона напоминаем что по ссылке в шапке канала можно пройти индивидуальное антропологическое типирование через сервис бусти если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал